Поздравления от президента России получат ветераны, имеющие медаль за оборону Ленинграда или знак жителю блокадного Ленинграда. В Хакасию пришло 32 таких письма. Теперь почтальоны передадут их адресатам. Сегодня корреспонденцию из Москвы доставили в Черногорск. Обычный день для работников почты, но почтальон Елена запомнит его надолго. Именно ей выпала честь доставить персональное поздравление президента, жительнице блокадного Ленинграда. В ближайшее воскресенье исполняется 75 лет со дня полного освобождения города от фашистской блокады. В Хакасии сегодня живут 32 ветерана, которые не понаслышке знают, что стоит за этой датой. Это очень важная и ответственная миссия. Огромная гордость за людей, которые выдержали все это, сделали это, спасли нашу страну. И, к сожалению, грусть, потому что с каждым годом их становится все меньше и меньше. Это здорово, что мы понимаем и гордимся подвигом. Первое письмо уже доставлено Лидии Каменчук из Черногорска. В свои 88 она бодродухом, с радостью встречает гостей и читает поздравления президента даже без очков. Подвиги жителей и защитников города Меневе навсегда останется в истории Отечества. Лидия Васильевна родилась в Ленинграде, была младше в семье. Когда город оказался в оккупации, ей было 10 лет. Через два года семью эвакуировали на Урал. Нас, когда на Ленинград на вокзал привезли, нам дали по булке хлеба. Такая радость была. Потом мы, значит, через Ладожское озеро на катерах нас привезли. После войны Лидия Васильевна уехала в Томск, закончила техникум по специальности технолог лесозаготовки, вышла замуж, а в 70-х годах все семьёй переехали в Черногорск. Сейчас у неё двое детей, восемь внуков и трое правнуков. Секретом бодрости духа и хорошего самочувствия Лидия Васильевна называет труд. Говорит, надо больше двигаться. Сама она до сих пор наравне с другими работает на даче. Юлия Колесникова, Дмитрий Симонов, Вести, Хакасия.